Всем привет! Сегодня я снимаю свое очередное видео и на этом видео мы пожарим классные чизбургеры из говядины на гриле. Для этого мы сделали дома фарш из говядины, для этого мы использовали заднюю часть. Это мясо, которое имеет довольно мало жира, но достаточно, чтобы бургеры не распадались. Тут примерно 15% жира в нашем мясе. Перед тем, как мы начнем лепить наши котлеты, мы распалим уголь собственного производства от фирмы Лесовая Энергия. Для сравнения, посмотрите, вот эти офигенные, классные, большие кусочки. Но ссылку на наш уголь вы найдете ниже. И сейчас мы приступим к распаливанию нашего угля. Пока мясо и уголь распаливается, мы сделаем котлетки. Кстати, сегодня самый жаркий день. И тем, как мы будем делать котлеты, мы их посолим. Обычно солью. Я думаю, этого хватит. И поперчим. Вот он, грубым перцем. Так, фарш с солью и перемешаем. Заранее скажу. Мы примерно перемололи где-то 850 грамм. Это примерно на 4 котлеты хватит. Поэтому мы так возьмем этот фарш и разделим на 4 части. Примерно равномерно. Так, у нас будут большие такие классные котлеты. Вот, чтобы сделать хорошую котлету, фарш надо просто вот так вот запить. Вот, мы его так помнем. За счет этого она хорошо будет клеиться. Вот, она такая большая, хорошая котлетка получается. Вот. Но когда котлета будет жариться на гриле, она вздуется. И чтобы она не получилась шариком, мы посерединке сделаем такую, как ямочку. Вот. И за счет этого она потом будет ровненько. Так, одна готова. Положим ее. И возьмем второй кусочек. Вот. Так, хорошо так помнем. Бьем котлету. Уровняем немножко. И сделаем дырочку. Ребята, пока мы здесь мы делали котлеты, наш гриль разогрелся. Температура сейчас примерно 325 градусов. То, что нужно. Мы разделили наш гриль на две зоны. Прямая зона и непрямая зона. Сейчас мы наши котлетки обжарим 2 минуты с каждой стороны на этом жару. А потом будем жарить бекон. И в это время мы котлеты переложим сюда, там не прям мой жар. Так. С этой стороны котлеты должны жариться примерно 3 минуты. Так, 3 минуты уже прошло. Будем переворачивать наши котлетки. О, смотри какие сочные получаются. Правда, жир капает. Это не страшно. Так, и с этой стороны 3 минуты. Дальше время прошло. Как раз в непрямом жару у нас температура 150 градусов, так как нам и нужно. Жир капает. Поэтому очень много дыма. О-ля-ля. Ну, мы наши котлеты, вы видите, они выровнялись. Как мы и думали. Вот. Теперь мы котлеты переложим не прямой жар. Сюда. Сверху мы положим лучок подготовленный. На каждый котлетоз положим лучок. Правда, немножко спадает, но не чисто. Кручок и посыпем сыром чеда. А тут мы пожарим бекончик. Бекон очень тонкий и жарится очень быстро. Так, сейчас посмотрим, расплавился ли наш сыр. Если да, то значит бургеры готовы. Мы снимаем крышку. О, идеально. Я как раз бекончик пожарился. До этого мы тоже немножко бекон пожарили. Мы его не пересушивали. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мы снимаем котлетки наши. И выкладываем на тарелочку, потому что нам нужно будет еще зажарить булочки. Булочки у нас готовы. Мы их сейчас выложим. Они быстро жарятся. И будем делать наши чизбургеры. Булочки пожарились. Теперь будем их выкладывать. Для этого будем собирать наш чизбургер. Для этого нам понадобится такой соус. Это один к одному кетчуп, горчица и соус барбекю. Для начала мы выложим наш соус. Потом положим хрустящий салатик свежий. Так, мы выложим. Сверху выложим нашу котлетку. Нашу котлетку. Вложим бекончик. Хрустящий, но не сухой. Огурчики маринованные. Чуть-чуть пучка. Помидорчик. И на верхнюю булочку опять чуть-чуть соуса. И наш бургер готов. Вот такой у нас получился самодельный бургер с крилля. Ну что, попробуем? Я люблю бургеры немножко так спрессовать, чтобы было удобно кушать. Ну, попробуем. Как вы видите, мясо получилось довольно сочное, прожаристое, не сухое. Ребята, с таким сочным бургером без пива не обойтись. Получилось очень вкусно. Советую вам обязательно тоже попробовать сделать такие сочные бургеры на гриле. И благодарю вас за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки и делайте для меня рекламу для моих видео. Спасибо. До следующего видео.